Вечер, гараж, полуприклитая дверь. Вечерное настроение и встреча с нормальными людьми. Вечерное настроение и авто. Частенько вечером после работы в кафешке покупаю еду на вынос. Потом еду куда-нибудь, где мало людей. Еду и смотрю в окно машины. Идеально, когда идет дождь. У меня еда, кофе, тепло, а за стеклом доходит апокалипсис. Иногда после работы остается только желание куда-то забиться. Тогда закупаюсь ясным и сразу ставлю машину в гараж. Конечно, ничто не мешает мне отдыхать дома. Никто не будет выносить мне мозг. Но в машине другое. Я хорошо понимаю кошку, которая прячется в коробке и оттуда смотрит в мир. Моя машина – моя коробка, а гараж – большая железная коробка для нас с машиной. Вот так зимний вечером поставил машину в гараж и полуприкрыл за собой дверь. Она не закроется совсем, но и не позволит совать любопытный клюв в моем настроении. Паял и расслабился, на волшебе открыл игрушку. Надо как-то доползли до дома и ложиться спать. Незнакомца моей коробки. Вдруг зеркало вижу. В гараж кто-то осторожно заглядывает. Какого? Кто посмел забраться в мою коробку? Вылезаю с настроением дать отпор агрессору. У входа стоит парень, лет двадцать восьми. Из его плеча выглядывает женщина, видимо жена. Усильным волей гашу бешенство. Передо мной обычные, безопасные люди. Что им нужно? Вы извините, у вас все хорошо? Да, что такое? Вы знаете, мы просто шли, а у вас гараж так прикрыт и машина заведена. Мало ли, может плохо стало. Вы не подумайте. У нас просто знакомый вот так погиб, вздохнулся в гараже. Да нет, все хорошо, спасибо. Действительно спасибо. Я рад, что есть люди, которым не все равно. Сел в машину и стало грустно. Был уверен, уже повы есть люди, которые станут помогать незнакомцу. Думал, давно исчезли те, кто что не пройдет мимо. Я был не прав и не все потеряно. Или сегодня вечером повезло встретить неравнодушных? Еще раз проанализировал разговор. Нет, я не обидел их. Задумался, а ведь я прошел бы мимо. Нет, мне не наплевать. Но тут дело такое. Каждый человек сам решает, как ему поступать. Его жизнь, его выбор, его карма. Непрошенная помощь – это даже хуже, чем отказать. Нельзя лишать человека возможности сделать свой выбор. Не нам этот выбор обсуждать. Я бы не хотел, чтобы мне в такой ситуации мешали. Именно поэтому я не полезу за дверь в чужой гараж. Но эта пара просто попыталась мне помочь. Пусть это было не нужно, но на душе стало немного теплее. В тот зимний вечер я встретил двух людей, которым мне все равно. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова